Беда придет откуда не ждали. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какая реальная угроза Таджикистану от афганцев. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. США направил запрос в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан с просьбой о помощи в размещении 9 тысяч беженцев из Афганистана, которые помогали штатам. МИД России заявляет, что этот вопрос даже не обсуждался, а представители Центрально-Азиатских республик тактично хранят молчание. Между тем, некоторые аналитики считают, что основной угрозой для стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, является не выход талибов к их рубежам, а именно те самые толпы беженцев, которые США просят приютить, дабы спасти от расправы. Можно с полной уверенностью утверждать, что не менее третий из них будет засланными казачками, тех же американских спецслужб, рекрутами радикальных группировок, профессиональными провокаторами и прочим отребьем, который тут же примется за подрывную деятельность, рассказал ветеран ГКБ на условиях анонимности. По разным источникам США просят страны Центральной Азии приютить у себя от 9 и более тысяч граждан Афганистана. Безусловно, все выводимые специалисты из Афганистана – либо сотрудники спецслужбы, либо их доверенные лица, либо люди, которые взаимодействовали с ними. Случайных людей с Афганской улицы никто к американским гражданам не допустит, отметил глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. То, что они могут сыграть какую-то роль в нанесении угрозы безопасности, вести шпионскую работу в республиках Центральной Азии – это скорее из области фантастики. Они будут находиться под колпаком таджикских, узбекских и иных спецслужб. Так плотно, что не только шпионскую работу они в туалет без разрешения не сходят, пояснил политолог. Он добавил, что в эвакуации США граждан Афганистана в Центральную Азию проблем нет. Работать им никто не даст, ведь рассекреченные службами безопасности стран Центральной Азии иностранцы шпионы не годятся. «Скорее спецслужбы стран Центральной Азии и, возможно, России и Китая извлекут пользу от присутствия погоревших агентов», – заметил Серенко. «Надо прекрасно понимать, что их проверят, допросят и постараются перевербовать. С ними будут очень плотно работать, и самые интересные представители публики, вывезенные в Центральную Азию, станут уже неамериканскими агентами. Эти ребята очень много знают, и слушатели у них найдутся», – рассказал глава Центра изучения афганской политики. «Вывод этих сотрудников стран Центральной Азии не является серьезной угрозой», – повторил эксперт. «Хотя это и зависит от их качества и количества. Если их будет 9-10 тысяч, то это не пугающая цифра для республик Центральной Азии, это вообще капля в море. Да и Америка не заметит этих мигрантов у себя в стране. А если их будет несколько десятков тысяч, то вряд ли какая-либо республика сможет такое количество переселенцев пристроить и благоустроить. У них своих проблем хватает, в том числе и в гуманитарной и в социальной сфере», – добавил политолог. Сиренко отметил, что для США это не такая большая цифра, но им придется решать вопрос, как можно быстро вывести этих людей. «Для США принципиально важно в этой истории не то, какая из республик примет беженцев, а показать остающимся афганцам и странам региона, что Америка не бросает своих друзей», – отметил политолог. «США необходим убедительный, широкий, красивый жест, поэтому для американцев принципиально важно какое-то количество людей, которых они считают важными партнерами, вывести из Афганистана и обеспечить им человеческие условия жизни и социальные гарантии», – заключил Андрей Сиренко. Как вы относитесь к такому мнению и к какому придерживаетесь свои ответы, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Тем не менее, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что ситуация на границе Таджикистана и Афганистана может потребовать вмешательства России. Специалист отметил, что в данной ситуации нельзя рассчитывать на помощь извне. «Россия в Центральной Азии должна готовиться к самым худшим сценариям, включая перенос боевой активности исламских группировок из Афганистана на постсоветское пространство. Мы должны готовить вооруженные силы России, силы ОДКБ к возможному отражению акта террористов на постсоветском пространстве», – сказал Коротченко. Военный эксперт добавил, что в Таджикистане и других странах бывшего СССР достаточно благоприятные условия для распространения идей экстремизма. Частично это вызвано подвешенным состоянием молодежи, который не видит для себя возможностей полноценной самореализации. Коротченко охарактеризовал ситуацию как потенциально взрывоопасную. Также он отметил, что потенциальный дестабилизирующий фактор со стороны афганских специалистов, ранее сотрудничавших с США, которые в случае их размещения на территории постсоветских государств создают значительный фактор риска. Как вы относитесь к таким мнениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.